Итак, условия увидите на доске. Биатлонист 7 раз стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 0,85. Найдите вероятность того, что биатлонист первые 4 раза попал в мишени, а последние 3 промахнулся. Результат – округлить до сотых. Итак, поскольку биатлонист попадает в мишени с вероятностью 0,85, он промахивается с вероятностью от единицы, мы отнимаем 0,85. Получается 0,15. События попасть или промахнуться при каждом выстреле независимы. Вероятность произведения независимых событий равна произведению их вероятности. И мы пишем, что 0,85. Нам нужно умножить 4 раза на себя. Так как он первые 4 раза попал. А промахнулся 3 раза. То есть 0,15. Мы умножаем 0,15 и на 0,15. И в итоге мы округляем до сотых, и у нас получается 0,02. Это и есть наш ответ. Итак, в классе учатся 32 человека. Среди них две подруги – Таня и Даша. Класс случайным образом делит на 8 групп по 4 человека в каждой. Найдите вероятность того, что Таня и Даша окажутся в одной группе. Результаты округлить до сотых. Рассмотрим первую группу. Вероятность того, что Таня окажется в ней равна 4,32. Если Таня уже находится в первой группе, то вероятность того, что Даша окажется в той же группе равна 3,31. Поскольку все 8 групп равноправны, вероятность того, что подруги окажутся в одной группе равна 8, мы умножаем на 4,32, умножаем на 3,31, получаем 24,248, сократим на 4 и получаем 6,62, и равняется 0,09. В магазине 3 продавца, каждый из них занят с клиентом с вероятностью 0,6. Найдите вероятность того, что в случайный момент времени все 3 продавца заняты одновременно. Считайте, что клиенты заходят независимо друг от друга. Вероятность произведения независимых событий равна произведению вероятности этих событий. Поэтому вероятность того, что все 3 продавца заняты, равна 0,6, мы возводим в третью степень. И это получается 0,216. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова